У пчеловодов сейчас в прямом смысле жаркая пора. После 10 августа они по второму разу начинают качать мед. К спасу. А первый липовый цветочный качают в июле. Мы приехали в гости на пасеку лопатиных. У Геннадия Петровича пасека уже более 35 лет. Скажу, что как любитель меда сразу поинтересовалась, что в этом году с урожаем, не повлияла ли июньская жара, а потом дожди на сбор меда. Да и нас год нормальный. Мы и продали пчелу, и прибавили их, и мед получили. Ну, можно было бы и больше, но вполне хватает. Всех больше, конечно, подсолнечного меда, потом с горечкой мед, а потом уже риповый. Риповый был у всех самый маленький, как и у всех по области. К медовому спасу Геннадий Петрович накачал уже около трех тонн меда. Еще около тонны надеется собрать в ближайшее время. Пасека у лопатиных большая, около 200 ульев. В каждой из этих семей живет от 50 до 80 тысяч пчел. Вот в этой семье надо откачать где-то 50 килограмм меда. Вот это качество идет. Ну и первый раз почти столько же откачали. Вот сейчас мы с внуком продемонстрируем, что мед уже к медовому спасу поспел. Пчелы поработали хорошо. Мед, как видно, поспел. Рамки полные, и из них теперь можно извлекать сладкое лакомство. С пасеки мы переходим в специальное помещение. Здесь уже заведует супруга Геннадия Петровича. И дальше Степанида Ивановна продолжает рассказывать, как правильно извлекать мед из рамки. Сначала горячим ножом с двух сторон снимается тонкий слой воска с медом. Называется он забрус. Очень полезно, когда горло, нос сжевать очень полезно. Очищает и гишечник тоже. Кто-то даже жует. А остатки идет на медовуху. Очищенные рамки Степанида Ивановна отправляет в медогонку. И дальше к работе уже приступает техника. Если вы подойдете поближе, то услышите шум дождя. Это так мед так выбрызгивается. А если наклонишь, нюхайте какой запах. Нюхать. Можно? Да. Ой, запах чудесный, конечно. На камеру только не передать, да? Прошло буквально пару минут, и мед струей полился из медогонки. Вот оно, лакомство, которое любят и взрослые дети. А перед отъездом семья Лопатиных нас угостила чаем с медом. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Наше время. Еще раз.